Предварительные итоги парламентских выборов многие эксперты уже назвали успешными, и по мнению главы региона, ничего удивительного в этом нет. Уровень политической культуры в обществе в последние годы вырос, причем значительно. Пресс-конференция губернатора проходила глубоко за полночь, информация поступала в это время в режиме онлайн. Явка в Самарской области почти вдвое превышает тот же показатель в столичных городах и во многих регионах, где население областного центра составляет миллион и больше. По Самарской области лидируют сельские районы местами на избирательные участки пришли до 97% избирателей. Это для нас хорошая явка, это самая высокая явка среди миллионников, ну, центров миллионников, кроме Татарстана и Башкирии. Вот, если сравнивать там с крупными мегаполисами, как мы, у нас не только миллионный город, Самара миллион двести, но и Тольятти, если брать там в тройку самых крупных агломераций входим, то результат здесь у нас получается почти в два раза выше. По мнению губернатора, нынешняя избирательная кампания была беспрецедентной в части применения грязных политтехнологий со стороны оппозиции в агитационный период и, пожалуй, самой прозрачной и открытой во время проведения голосования. Принципиальных заявлений о значимых нарушениях нет и самое важное наблюдение, замечаний по ходу выборов не было даже у представителей оппозиционных партий. Что касается наблюдателей, которые были, я с ними встречался, у них принципиальных вопросов практически нет. Они отметили хорошее настроение людей, настроение такое деловое комиссии, что нет нервозности, нет какого-то недоверия кому-то, в том числе, когда они приходили, там они не боялись, там практически открыто все показывали, рассказывали. Что же касается результатов партии власти, они вполне предсказуемы. По данным на этот час, Единая Россия лидирует практически по всем одномандатным округам. Вместе с теми, кто пройдет в федеральный и областной парламенты по партийным спискам, будет сформирована работоспособная команда. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.